Долг за отопление и горячую воду в 30 тысяч рублей обернулся арестом машины. Решение суда привели в исполнение судебные приставы. Вячеслав Ильин соседству со злостным должником не рад. В коммунальной квартире проживает 16 семей и все вовремя платят по счетам. У меня нет долгов. Рейды по злостным должникам как крайняя мера, когда невозможно найти общий язык с владельцем квартиры. И тот категорически отказывается платить по счетам. С начала года судебные приставы арестовали за долги перед Энергосбыт Плюс уже 6 машин. Как правило, владельцы тут же находят средства для погашения долга. При этом поставщик напоминает, решить проблему можно иначе. Это касается абсолютно каждого, поэтому я призываю еще раз людей своевременно и в полном объеме оплачивать за оказанные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, чтобы не допустить неприятной ситуации. На сегодняшний день долг клиентов Энергосбыт Плюс за полученное тепло приближается к 2 миллиардам рублей. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.